На вертолете МЧС в город Брест была доставлена икона Неополимая Купина. В русской иконописи она известна середины 16 века. Издревле ее считали небесной покровительницей пожарных и спасателей. Кроме того, святыня считается хранительницей дома от пожара и молнии. Символично, что в город Брест ее привезли в преддверии 170-летия пожарной службы Беларуси. Ведь всем известно, что быть спасателем опасна работа, а порой каждый вызов – это риск и борьба за чужие жизни и сохранение своей. Потому вера необходима. Помимо навыков и профессионализма она помогает людям оберегать себя. Накануне митрополит Вениамин передал, естественно, по чрезвычайным ситуациям икону Божией Матери неопылимая Купина. В министерстве принято решение о проведении воздушного крестного хода и в Брестскую область первая, которая принимает икону на своей земле. Как известно, эта икона является не только покровителем пожарных спасателей, но она еще и защищает людей от пожаров. Поэтому мы надеемся, что это та помощь, которая поможет сохранить жизнь и здоровье наших людей. Ну и, естественно, спасателям также окажет помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В священном месте на территории Брестской крепости прошел молебен с участием работников областного управления МЧС. Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн в своей проповеди подчеркнул, что в деле борьбы с огнем очень важно иметь крепкую веру и сильный дух. Ведь за 170 лет существования пожарной службы спасатели делали все для того, чтобы помочь ближнему сохранить имущество, а главное – жизнь. Спектр задач у спасателей широк – от ликвидации пожаров до устранения последствий техногенных катастроф. Да будет с вами. Поздравляю вас с этой датой. Радуюсь, что мы вместе сегодня празднуем эту дату. Радуюсь, что мы призываем имя Божие на ваше служение и верю, что Господь будет помогать вам внесения вашего жизненного, семейного, общественного и служебного креста. Бог всем вам помощь. Молебен с иконой для части МЧС оказался важным событием, которое подтверждает духовную значимость и опору от православной церкви для служащих МЧС в их тяжелой и опасной работе. А церковь в лице священнослужителей и прихожан поблагодарила каждого пожарного за выбор профессии и достойное несение службы. А икона «Неопалимая Купина» станет вечным оберегом в этой опасной профессии. Сегодня невозможно это делать без Божьей помощи. И получив икону из рук духовенства, Министерство по чрезвычайным ситуациям получило еще одну помощь, которая позволит быть нам стойкими в этой нелегкой службе и выполнении своего долга. Поэтому от себя лично, от коллектива, всех спасателей Брещина и Владыка, спасибо за эту оценку, за эти хорошие слова. Бог вам в помощи.